Каждый человек в нашей стране имеет права и обязанности. Юля – самая младшая участница секции. Она учится в пятом классе школы номер один. Свою тему «Права ребенка в школе и дома» девочка выбрала не случайно. Ее класс гимназический. Уже сейчас они изучают предмет «Азбука права». Юле стало интересно, насколько хорошо сверстники знают свои права и обязанности. Иногда дети забывают, что надо уважать честь и достоинство учеников и учителя в школе. А дома они забывают то, что они должны помогать родителям по дому, а не просто сидеть и приказывать – принесите мне то, принесите мне это. Надо проводить побольше классных часов, читать законы, которые регулируют права ребенка. Старшеклассники Даниил и Михаил посвятили свой доклад альтернативным источникам энергии. Ребята уже представляли данную тему в прошлом году и заняли второе место. В этот раз они доработали проект, произведя детальные расчеты. Мы рассчитали, сколько будет стоить поставить солнечные панели на другой проект дома. Отапливаем только исключительно энергией, получаем мы солнце, с расчетом на наш город, курорт Анапа, потому что у нас все-таки самый солнечный город в стране. И мы рассчитали дом с ветряными панелями, с ветрогенераторами, потому что у нас все-таки ветрено и в районе Лысой горы можно получить очень и очень хорошие показатели. Мы посчитали и выходит, что это гораздо выгоднее, чем вообще так использовать. Она окупается за 20-25 лет, собственно. Окупается и еще лет 10 можно бесплатно купиться. Все самые удачные проекты имеют реальный шанс на воплощение. Победители Всероссийской конференции могут внести свои предложения на законодательном уровне. Все зависит от детей. У детей есть талант, у детей есть желание. Это самое главное. И очень многое зависит от педагогов, которые работают с детьми. И очень бы хотелось, чтобы наши педагоги находили в себе силы, желание работать с детьми и продвигать этот труд дальше. Всего секций более 15. Биология, русский язык и литература, иностранные языки, точные науки. Ребят оценивают кандидаты наук, преподаватели вузов и школ. Они ставят оценку актуальности работы, подачи материала, качеству проведенных исследований. Городская конференция – это своеобразная платформа. Победители смогут выйти со своими работами на край, а после поехать и в Москву. В прошлом году учащаяся гимназия Эврика уже смогла испытать свои силы на Всероссийской конференции. Там она заняла третье место и выиграла путевку в Артек.